Мессианская община, возвращенная на Сион, студия Оазис Медиа. Я рад быть с вами на этой неделе также. В прошлый раз мы говорили о последнем времени и о продовольственных кризисах. И я немножко связал это с необходимостью ободрять людей, которые имеют право на Алью возвращаться в Эрецисраэль. Наверное, некоторые даже были возмущены моим подобным подходом. Как вы можете говорить гуманитарная катастрофа, вы говорите о более. Но мы знаем, что как в теле человека, когда есть какая-то болезнь, и человек как бы вдруг обращается к врачам, а те ему говорят, вот этим займись, и ты увидишь изменения в всем теле твоем. Это примерно так же работает. Сегодня другой вопрос, на который мы попробуем ответить вместе. В прошлый раз мы говорили о последнем времени, в контексте этой темы трудно обойти стороной вопрос восстановления Израиля. Многие говорят, посмотрите, у вас в Израиле проходят гей-парады, полная неразбериха в политике, цены дикие, о каком восстановлении может идти речь. Ну, про цены я, наверное, не буду много говорить, потому что цены растут во всем мире. И это не вчера, и это не позавчера, это на протяжении многих лет. И если мы наблюдаем вопросы в недвижимости, в продуктах, в автомобилях, в любом оборудовании, все всегда постоянно растет. Есть какие-то экономические регуляторы, инфляция и прошлое и подобное. И иногда оно более круто поднимается, иногда менее круто. На самом деле, это, наверное, подчеркивает, что вот это вот рабство, которое, казалось бы, было искоренено лет 100-150 назад, оно сейчас выворачивается в другом. И намного важнее обращаться к Господу Богу и самодисциплине, чтобы быть сбалансированным и не быть человеком, который подпадает под денежную зависимость. И оберегаться вот этого желания постоянно приобретать. И наоборот, быть человеком участливым в жизни других, не эгоистом. Тогда мы вот эти вот кризисные вещи, связанные с подорожаниями, сможем преодолеть достаточно просто. И как говорит апостол Павел, что великое благословение быть довольным и благочестивым. Вот нам нужно где-то соблюсти себя вот в этих форматах. Но вот здесь вот был вопрос неразбериха в политике и гей-параде. Ну, про политику. Я сам наблюдаю политику, немного понимаю политику. И иногда с раздражением смотрю, что происходит. Я думаю, опять-таки, даже в этом случае, если мы говорим про Израиль, но я думаю, это касается практически любой страны. Я разговариваю с своими друзьями из США, у них такие же вопросы. Друзьями из Германии, у них такие же вопросы. Друзьями из Норвегии такие же вопросы, разумеется, Россия, Украина и прочие места. Именно поэтому Писания говорят нам, молитесь о царях. Молитесь о царях. Мы, наверное, своими мыслями, возмущениями и возражениями на несильном можем повлиять на них. Но наша молитва, сосредоточенная на том, чтобы благодать Господня, помощь, разумение, страх Господень, не сходили на наших правителей, чтобы они пеклись о народе больше, чем они пекутся о собственных каких-то достижениях. Я думаю, вот такая молитва, она слышится небесами, и Господь Бог способен влиять на наших царей, правителей, чтобы сбалансировать все. В Израиле реально сейчас, как говорят у нас, балаган. И вот за короткое время мы идем сейчас к следующим выборам. И вы знаете, что даже результат практически запрограммирован, потому что у нас нет той группы, которая сейчас переборет другую группу. И реально, пожалуйста, молитесь вместе с нами, чтобы Господь устроил это. Но опять-таки, если мы говорим о последних временах, это определенный признак. Когда написано, что старцы будут в подчинении у молодых, мы видим, как рвутся вперед молодые политики. Часто у них сломаны стереотипы, сломаны у них балансирующие какие-то вещи. И они кидаются в своих высказываниях быть крайне либеральными, что противно священным писаниям. Поэтому мы сейчас переходим к гей-парадам. Вы знаете, что писание крайне резко смотрит на все, что связано с нетрадиционной ориентацией. Все, что выходит за рамки, что семья – это мужчина и женщина, двое способные родить ребенка. Мы понимаем, что однополые пары не в состоянии этого делать. Конечно, они могут усыновлять и прочее, прочее. И я сейчас не берусь подчеркивать и разбирать, как нам относиться к этому. Но я хочу сказать такую вещь. Вы знаете, когда мы начинаем слишком концентрироваться на каких-то проблемах и говорить об этом слишком много, то есть такой рекламный трюк. Антиреклама, она становится также рекламой. Я думаю, что количество в процентах людей, которые нетрадиционно ориентированы, оно, наверное, неизменно, ну, крайне мало колеблется в процентах. Но они как бы поднимают волну, а мы эту волну продолжаем поднимать и сосредотачиваем внимание на них. И я думаю, вот это вот ошибка. И опять-таки, это место тому, чтобы мы могли утверждать наших детей в моральных традиционных ценностях. Папа, мама и дети. Нормальная семья. А людям, которые нетрадиционно ориентированы, ну, давайте иметь некоторое снисхождение. И пусть Господь каждому из нас даст правильные слова, правильный тон и правильную сверхъестественную мудрость, чтобы сказать то, что надо сказать. Но ни в коем случае не подавить, потому что если ты будешь подавлять, то кроме возмущения и проблематики ничего не будет. И Священное Писание дает нам четкие указания на ком и за кого стоять и с кем двигаться. Итак, Израиль, его восстановление, оно должно повлиять на многих, безусловно. Но, как я говорил раньше, повторю сейчас, что когда возрастает нечестие, должно возрастать праведность, свет наш. И здесь я хотел бы, наверное, акцентировать этот вопрос по-еврейски к нам самим. А какое твое место в том, чтобы восстанавливать Израиль или восстанавливать свой народ? Насколько ты реален или адекватен в понимании Священных Писаний? Насколько ты адекватен и постоянен в молитве? Насколько ты даешь своим детям правильный ориентир? Ведь если мы не можем дать нашим детям правильного ориентира, чего мы беремся говорить о каких-то других людях или о каких-то других детях? Праведник должен сиять. Тогда люди, находящиеся в нечистоте или нечестии, в безбожии, безверии, в антиторе, неважно, как мы назовем их состояние, смогут увидеть другое, смогут увидеть свет и быть привлекаемы к этому свету. Когда-то апостол Павел, когда он говорил, уверовавшим в Яшуа, язычникам, он говорил, а не пробудите ли вы в ревность в Израиле? Ну, сегодня эти слова можно сказать несколько иначе. А не пробудим ли мы ревность по благословению в людях, которые далеки от Бога, когда они смотрят на нашу жизнь? И вот здесь я хочу сказать, нам самим есть много где исправляться. Пусть Господь Бог поможет нам исправляться и правильно поднимать и развивать свои дома, свои общины и быть светом. Пусть Господь всех вас благословит. Я желаю вам благословений. Пусть мир Божий с нами будет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok